И снова здравствуйте гости и подписчики канала Сравним. Сегодня у меня для вас очередная подделка российского кино, которое каким-то образом пользовалось огромной популярностью в нашей необъятной родине. Как вы поняли из названия речь пойдет про сериал Ранецкий, и я расскажу об актерах этого сериала тогда и сейчас, ведь прошло уже почти 15 лет. В этом выпуске я расскажу лишь о молодых актерах. Если вам будет интересно, могу сделать выпуски о старших. Напишите в комментариях, если это нужно. Ну и свое мнение о сериале тоже выскажите, будет интересно его почитать. Приятного просмотра. Начну я с одной из главных героин сериала Наталья Миленченко, которая исполнила роль Наташи Лепатовой. На тот момент актрисе было всего 18 лет, и для девушки данная роль стала второй в карьере. Впервые она появилась в сериале «Счастливы вместе». Про этот сериал у меня тоже есть выпуск. Если хотите, посмотрите на канале, кому интересно. В том сериале актриса сыграла эпизодическую роль девушки из группы «Пипетки». Кстати, допускаю, что хронология немного перепутана. Ну или возможно данное появление было некой промо-акцией. Роль в «Ранетках» осталась для Натальи самой большой ролью в кино. После окончания сериала она появится на телеэкранах в роли актрисы лишь однажды, в эпизоде сериала «Амазонки из глубинки». Сейчас Наталье Миленченко 33 года, и она счастлива замужем, осваивает новую профессию продюсер и ведет свой нелезиограмм, который насчитывает 54 тысячи подписчиков. Алла Подчифарова исполнила роль Киры Мишиной, также одной из центральных фигур сериала «Ранетки». На тот момент актрисе исполнился 21 год, и за ее плечами уже было несколько ролей, включая главную в фильме «Грехи наши». После «Ранеток» актриса продолжила сниматься в кино, правда роли были малоприметными. Так продолжалось вплоть до 2012 года, когда ей дали главную роль в сериале «Страна 03». На текущий момент актриса продолжает сниматься в кино на второстепенных ролях в возрасте 35 лет. «Пойдем на пробежку, Миша?» «А где Галя?» «А она не хочет сегодня бегать, а я уже размялась, пойдем?» «Не-не-не, сегодня я пас, я поздно лег, не выспался. Толку от таких пробежек ноль, наоборот, лишняя нагрузка на сердце». Еще один заметный герой сериала – Миша Кожевников, который появляется в «Ранетках» ближе к середине. Данную роль исполнил Максим Амельченко, 22-летний актер, сыгравший до этого лишь 4 эпизода в различных кинокартинах. После роли в «Ранетках» актеру поручат еще одну главную роль в сериале «Последний аккорд», что является продолжением «Ранеток», точнее его шестым сезоном. Но так как самих «Ранеток» в нем уже нет, то и смысла оставлять название не было. После этого актер будет играть лишь эпизодические роли вплоть до 2018 года, после чего и вовсе пропадет с экрана. Сейчас Максиму 36 лет, и он отдает предпочтение театру, нежели съемкам в кино. Лера Козлова также одна из главных действующих лиц сериала. В нем она сыграла Леру Новикову, 20-летнюю девушку, играющую на ударных и поющую вместе с девчонками. О карьере актрисы девушка особо не мечтала. Поэтому и ролей, кроме эпизодов «Счастливы вместе» как участника «Грубой пипетки» и непосредственно сериала «Ранетки» у девушки нет. После съемок она продолжит заниматься музыкой. Как в составе группы «Ранетки», так и вне ее была участницей группы «Five Star Family». А на текущий момент она не поет, активно занимаясь своей страницей в «Нильзиаграм». Сейчас Валерии Козловой 35 лет. Эпизодический персонаж Антон Маркин был сыгран Артуром Сопельником, которого вы можете помнить популярному и более качественному сериалу «Кодетство», о котором я также рассказывал в одном из своих выпусков. Для 17-летнего актера это была не первая роль. Многие помнят его кадета Трофимова, а кто-то может помнить его по достаточно свежему сериалу «Вместе навсегда», где Артур играет главную роль. Сейчас актеру 31 год, и он продолжает успешно сниматься в кино на ведущих ролях. Евгения Огурцова сыграла клавишника и вокалиста группы «Ранетки» Женю Алёхин. Кучерявая рыжеволосая девчонка запомнилась многим своей яркой шевелюрой. Чего не скажут про актерскую игру, но это не только ее касается. Кроме роли в «Ранетках», у Евгении было лишь еще одно появление на телеэкранах в качестве актрисы. Это был сериал «Амазонки из глубинки», после чего она ушла обратно в творчество и по сей день занимается ведением блога на ютуб. Сейчас Евгения Огурцовой 33 года. Заметная роль Нины Лариной была сыграна 24-летней Татьяной Козючиц, к тому времени весьма востребованной и известной актрисой, благодаря ролям в «Любимая дочь папы Карла», «Одна ночь любви» и «Кати на счастье». В дальнейшем, после съемок в «Ранетках», актрису ждет множество главных ролей в фильмах и сериалах, и на текущий момент она продолжает оставаться востребованной актрисой в возрасте 37 лет. 21-летняя Анна Руднева сыграла в сериале «Анню Прокопьеву». И помимо данной роли, у актрисы есть еще несколько эпизодов в сериалах до съемок про «Нетках» и одна роль после. Дальше девушка сосредоточится на музыкальной карьере, и на текущий момент 33-летняя актриса и певица, после неудачных попыток восстановить группу «Ранетки», ведет сольную карьеру, а также занимается преподаванием вокалом и своим аккаунтом в «Мильзиограмм». Роль Гуцула в сериале «Ранетки» досталась 24-летнему Дмитрию Тихонову, и это была его первая роль в кино, после которой актер исполнит еще одну главную роль в последнем аккорде. Ну а дальше играть будет крайне редко, и роли будут совсем маленькие. На текущий момент Дмитрию 36 лет, и он изредка снимается в кино в эпизодических ролях, а также занимается сольным проектом и участвует в группе «Маяковский» в качестве солиста. Еще одну участниц группы «Ранетки» сыграла Елена Тихякова, ей отвели роль Лены Кулеминой. На тот момент актрисе было 20 лет. Для девушки сериал стал дебютом в кино, после которого актриса и музыкант появятся в трех киноработах, а с 2013 года перестанет сниматься. Девушка активно занималась творчеством, вела вместе с коллегами из «Ранеток» блог на YouTube, а сейчас занимается психоанализом и ведет свою страничку в Нильзеграм в возрасте 34 лет. На этом на сегодня все. Буду рад, если вы поставите выпуску палец вверх, но и про колокольчик не забывайте. Если нужно продолжение, дайте знать. До новых встреч!